Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберце. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов власти. Встречу провел глава округа Владимир Ружицкий. 36 уголовных дел, раскрытых по горячим следам. Таков результат работы Люберецкой полиции за минувшую неделю. Среди них факты употребления сбыта и изготовления наркотиков. Сотрудникам правоохранительных органов удалось пресечь деятельность трех лабораторий по производству амфетамина. Также в праздничные дни продолжаются у нас анонимные именирования. То есть мы совместно с сотрудниками ФСБ, другими правоохранительными органами проводили эвакуацию в праздничные дни. То есть народу было очень много, но все прошло в полном режиме. 46 выездов по сигналу тревоги осуществили сотрудники Люберецкого подразделения пожарно-спасательного гарнизона. В девяти случаях им пришлось бороться с огнем. По словам Павла Иванова, на территории городского округа Люберцы произошло три пожара. В результате возгораний в жилых помещениях никто не пострадал. 2 ноября под руководством заместителя руководителя администрации городского округа Люберцы Григорьева и Васильевича была проведена тренировка по эвакуации посетителей и персонала торгового центра выходной с привлечением территориальной постсистемы районного звена МОСЧС. Работы по капитальному ремонту в городском округе Люберцы идут в штатном режиме и даже с опережением графика. Об этом в ходе оперативного совещания рассказал Александр Проваров. Также в муниципалитете завершается ремонт подъездов. Уже 1211 объектов успешно прошли приемку. Выполнение программы «Доступная среда» оборудования тактильной плитки входной группы 142 МКД в настоящее время ведутся работы по установке поручни. В единую диспетчерскую службу ЖКХ за прошедшую неделю поступило 4728 обращений. По всем вопросам даны разъяснения, продвинутая работа по устранению указанных проблем. А в экстренную службу 112 на минувшей неделе поступило значительно больше обращений. По словам Виталия Богданова, количество звонков от жителей перевалило за 7 тысяч. Большинство из них были связаны с работой скорой медицинской помощи, а также с вызовом сотрудников полиции и ГИБДД. Обращаю внимание, что на минувшей неделе Ростелекома начались работы по коммутации вызовов, поступающих на номер 03-103. Они теперь будут непосредственно в процессе звонка поступать на единый номер 112. После того, как участники совещания выслушали все доклады, глава городского округа Люберца Владимир Ружицкий наградил чемпионку мира по бодибилдингу Александру Антипову и победителя первенства Европы по боксу среди юниоров Владислава Иванова. Наталья Григорьева, Луиза Игия Зарян, Кирилл Евгеньев и Александр Богданов. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.